Первое послание Коринфянам Святого Апостола Павла Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте, идолослужение. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Матфея святое благовествование. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от Меня, Сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест Свой и следуй за Мною». Тогда запрети Иисус ученикам Своим, да никому же рекут, як усей есть Иисус Христос. Оттоле начато Иисус сказывать и ученикам Своим, як уподобает Ему идти в Иерусалим, и много пострадати от старец и архиерей и книжник, и убиену быти, и третий день восстати. И поем его Петр, начат прерицать Ему глаголе, «Милосердный Господи, не имать быти тебе сие». Он же обряжется рече Петрови, «Иди за Мною, Сатано, соблазния си, яко не мыслишься я же суть Божия, но человеческая». Тогда Иисус рече ученикам Своим, «Аси, кто хочет по Мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест Свой, и по Мне грядет». Вопрос Ава Антоний сказал «Потому мы не преуспеваем, что не знаем своей степени и своего чина, и не понимаем, чего требует дело, к которому приступаем, и хотим достигнуть добродетели без труда. Почему, коль скоро встретим искушение на месте, в котором живем, переходим на другое, думая, что есть где-нибудь место, в котором нет дьявола? Но кто познал, что есть брань, тот постоянно, везде воинствует с Божьей помощью, потому что Господь наш сказал «Царствие Божие внутрь вас есть», на что указывает Он семи словами. Ответ Смысл Его слов таков Переходят с одного места на другое, чая найти место, где нет дьявола, но, встречая искушение там, куда перешли, удаляются в иное место. Но кто знает, что есть брань, тот борется с Божьей помощью там, где живет, и не ищет другого места. Смысл же сказанного Господом нашим «Царствие Божие внутрь вас есть» есть тот, что мы, монахи, исшедшие из мира, взявшие крест свой по заповеди Господа нашего и Ему последовавшие, должны пребывать в одном месте и, заботясь единственно о спасении душ своих, переносить всякого рода встречающиеся там брань. Переселяясь с одного места на другое и из одной страны в другую. Почему будем оставаться на своих местах, и если нападет на нас брань или искушение, станем поститься, молиться, преклонять колено, бить себя в персе пред крестом Господа нашего, со слезами и болезнью сердечной, прося себе у Него помощи и спасения, так как Он всегда присущ нам и обитает в нас, как написано. «Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет». И как Сам Господь сказал «Царствие Божие внутрь вас есть», то есть «Я в вас обитаю», ибо Царствие Божие есть Христос, Который всегда в нас обитает. Блаженный Павел тоже говорит «Не знаете ли, что Христос живет в вас?» И не Он только живет в нас, но и мы в Нем пребываем. Как Он Сам говорит «Будете во Мне, и Ас в вас». Итак, если мы в Боге обитаем и сами есть жилище Ему, то не будем оставлять Господа нашего во время искушений, бед и браний, и, переселяясь и нуды, не будем искать себе помощи и убежища от стран и мест, но на своих местах пребудем, умоляя Господа в нас обитающего подать нам помощь и избавить нас. При этом будем открывать свои помыслы Отцам нашим и просить их молитв в помощь нам. Терпя на своих местах, будем всегда прибегать к покрову Спасителя нашего, и Он, несомненно, сделает нас победителями во всех браниях наших. Помилуй меня, Боже, по велиции и милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Не пачу умыми от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, а знаю, и грек мой предо мною есть вынок, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, Яко да оправдишися во слове всех Твоих и победиши в никогда судить идти. Себо в беззаконии их зачат естьм, и во гресех родимя мати моя, Себо истину возлюбил, еси безвестная и тайная, При мудрости Твоей я явил ми еси. О, кропиши мя и сопом, и очищуся, умыеши мя и пача снега убелюся, Слуху моему дайся радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти, Сердце чисто созижде во мне, Боже, и дух прав обнови его утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, И духом младычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, Избави мя от крови, Боже, Боже, спасения моего, Возрадуется язык моей правде Твоей. Господи, уст немое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, Яко аще бы восхотел, и все жертвы дал бы хубо, Все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушен и смирен, Но Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, И до сузи ждутся стены Иерусалимские, Тогда благоволивши жертва правды, Возношение все сожигаемое, Тогда возложат на алтарь Твой цельцы. Живые в помощи Вышняков в крови Бога Небесного дворица Речет Господи Ви, заступник мой Иси, Прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него. Яко то избавят Тя от сети ловчи, И от слави семя тежно, Плечма своем осенит Тя, И под крыле Его надеяшися. Оружием обыдет Тя истинно Его, Не убоившись от страха ночного, От стрелы летящие во дни, От вещи во тьме приходящие, От срящей бесополуденного. Падет от страны Твоя, Ты сящает молодесную Тебе, К Тебе же не приближится, Обача от чьима Твоим осмотришь, И воздаяние грешников узреши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняка положилась и прибежище Твоим, Не придет к Тебе зло, И рано не приближится Те лиси Твоему. Яко ангелам своим заповесть, Тебе сохраните Тя во всех путях Твоих, На руках возмут Тя, Да никогда преткнешься камень ногу Твою, На спи, да и Василиска наступишь, И поперешься льва и змия. Яко наме упова и избавлю и покрыю и, Яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу Его, С ним есть скорби, Изму Его и прославлю Его, Долготую дни исполню Его, Явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, Яко на теплого душа моя, И на сень крылу Твоею надеюсь, А донни же прийдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодейшему мне, Посла с небесей спасе мя, Дадев поношение попирающее имя. Посла Бог милость свою и истину свою, И избави душу мою от среды скиднов, Поспак с мужчин, Сынови человечести, Зубы их оружия и стрелы, Язык их меч остр. Вознесися на небеса, Боже, И по всей земле слава Твоя. Сетью готоваше ногам моим, И слякоше душу мою, И скопаша предлеценно им яму И в подошавню. Готово сердце мое, Боже, Готово сердце мое, Воспою и пою во славе моей. Восстанье слава моя, Восстанье псалтирю и гусли, Восстану рано, Исповемся Тебе в людях, Господи, Воспою Тебе во языцах, Яко возвеличися до небес, Милость Твоя, И даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, И по всей земле слава Твоя. Воздвигу охочи мои в горы, Отнюдь уже прийдет помощь моя, Помощь моя от Господа, Сотворшего небу и землю. Не дашь во смятение ноги Твои, Я ниже воздремлет, Храняй Тя. Все не воздремлет, Ниже уснет, Храняя Израиля. Господь сохранит Тя, Господь покров Твой, На руку десную Твою. Во дни солнца не ожет Тебе, Ниже луна ночью. Господь сохранит Тя, От всякого зла, Сохранит душу Твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое, И исхождение Твое, От ныне и до века. Исподоби нас, Владыка, Содержавение не окружено, Смейте призывать и Тебе, Небесного Бога, От царь и глагоди. Исподоби нас, Живите на небесе, Расцветится имя Твое, Нам придется Смейте Твое, Исподоби нас, Мое, славя, Исподоби нас, Собьи нас, Аббон! Для поклонения Так что, И сила, И слава, От царей спиной И святаго Духа, Ныне и притесно И вовеки веков. Аббон! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»